Век живи, век учись. Освежить в памяти правила никогда не поздно. Ивановские госавтоинспекторы организовали семинар по дорожной безопасности для пожилых людей. В зале бабушки и дедушки школьников. Несколько лет назад у нас существовала такая проблема, что именно люди пожилого возраста попадали в дорожно-транспортные происшествия, поскольку пожилые люди ходят там, где привыкли и уже не обращают внимания в транспортной земле, которая каждым годом становится все лучше. О том, что дорогу нужно переходить по зебре и при наличии светофора только на зеленый свет, известно всем. Но многие не знают о том, как вести себя пешеходу за городской чертой. Где перейти дорогу, если зебры нет? А ведь среди пенсионеров немало дачников. Если мы не нашли перегресток, то мы можем переходить дорогу в любом безопасном месте, где дорога хорошо просматривается в обоих конца и только под прибанным углом. Чаще всего, пока родители на работе, именно бабушки и дедушки забирают внуков из школы. Потому должны быть примерными пешеходами. Как оказалось, среди пожилых студентов есть отличники. Если светофор горит красный, я своего внука учу. Мы стоим, если зажигается желтый, я ему, значит, говорю, приготовились. И на зеленый мы с ним идем, я его беру за руку. В темное время, для того, чтобы его видно было или нас, мы ему фликеры приклеили и на портфель, и на куртках. И поечему бабушек могут научить сами внуки. Юные инспекторы дорожного движения о правилах безопасности знают все. У меня есть светоотражатель, я его счастливый обладатель. Меня видит в обремя машина, у водителя есть ясная картина. Чем ярче, тем безопаснее. Соблюдать правила значит не только обезопасить ребенка в момент перехода дороги со взрослым, но и привить ему необходимые знания, которые он будет применять в будущем, идя в школу самостоятельно. Бабушкам и родителям главное не забывать, что ребенок берет пример с них. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Ивано.